АПЛОДИСМЕНТЫ Андрюш, скажите, пожалуйста, несколько слов о себе, о вашей спортивной карьере. Я из города Челябинска, меня зовут Андрей Черевков, как вы сказали. Я тренер по дзюдо, со стажем 20 лет и с достаточно большим опытом работы в этой сфере. У меня есть мой спортивный клуб, есть очень много учеников, которые сейчас продолжают мое дело в связи с теми проблемами, которые я недавно решал с помощью продуктов Кораллового клуба. И я думаю, что с каждым годом мы все теснее будем сотрудничать с этой организацией. Ну, насколько я знаю, у вас достаточно много спортсменов, которые стали мастерами спорта, мастера спорта международного уровня, да? Это так? Да. Вы только что упомянули о продукции Кораллового клуба, о нашей компании. Вопрос. Сегодня очень много людей интересуется, каким образом продукты Кораллового клуба могут помочь спортсменам. И вообще, в чем особенности питания спортсменов и продуктов для поддержания хорошей спортивной формы? Если вы позволите, я бы буквально в течение трех минут нарисовал. Да, конечно, пожалуйста. Другие особенности. Коралловый клуб, компания интересна тем, что она предлагает комплексный подход к восстановлению. А проблема основная спортивная, это именно восстановление. Первая позиция, которая решена в Коралловом клубе полностью, это вода. Если человек решает две позиции, количество воды и качество воды, он решает и балансирует полностью водный баланс. Вторая позиция, это очистительные системы. А мы понимаем прекрасно, что человек, который занимается спортом, он в силу интенсивности энергетической занятий загрязняется гораздо больше, чем все остальные. Поэтому здесь то, что предлагает Коралловый клуб, не имеет заменителя на рынке вообще. Позиция третья, которая является очень важной, это питание. То есть о питании спортсменов не писал только ленивый. И любой спортсмен доходит до определенного уровня, когда он понимает, что без корректировки этой позиции невозможно решить нормальных спортивных задач. И позиция четвертая, это защита. То есть поддержание организма на пике формы. Поддержание иммунитета, да? Иммунитета, именно так. Так вот, вот эта концепция, она касается любого человека, независимо от того, спортсмен или не спортсмен. Чем это важно для спортсмена? Тем, что это нужно умножить минимум на три. Потому что очень большая интенсивность, поэтому приходится корректировать всю деятельность организма чем-то. И человек в конце концов дорастает, что лучше корректировать, лучше первое корректировать, чем не корректировать. И второе, лучше корректировать натуральными препаратами, чем разными препаратами, которые есть в рынке. Мы не первый год работаем со спортсменами. Очень многие спортсмены мирового класса, чемпионы Европы, мира, действительно пользуются нашими продуктами с большим успехом. И я думаю, что на сегодняшний день это серьезная альтернатива тем химическим препаратам, которые позволяют увеличить скорость, увеличить силу, войти в пик формы. Но они просто как сжигают, полностью сжигают все силы спортсмена, мобилизуют на достижение цели. Но потом организм практически обессилен и идет разрушение. И для того, чтобы восстановиться, они нуждаются в очень серьезной потом корректировке. И ни для кого не секрет, что, к сожалению, люди, уходя из спорта, практически очень серьезно теряют здоровье и зачастую переходят в группу инвалидности. Но давайте поговорим об этой системе. Вы только что сказали, что это для всех. Конечно, для всех людей, которые занимаются физической нагрузкой или умственной нагрузкой. Ведь еще в 20-е годы нашего века было доказано, что первый по энергозатратам это землекоп, ну а второй по энергозатратам это лектор. Поэтому я думаю, что эта система касается любого человека, который работает на высоком уровне энергоотдачи. Но вот спортсмены, есть же специальные какие-то особенности подготовки, тренировочного процесса, максимального пика формы, восстановления. Вот можно несколько слов об этом рассказать? Вы знаете, проблема даже гораздо шире, вы очень хорошо ее обозначили. Во-первых, сразу возникает вопрос, а что такое спорт? Спорт это здоровье? Нет, спорт это не здоровье, спорт это экстремальная нагрузка. Всегда. Но это у нас в былые годы была физкультура, какие-то различные массовые движения, общественный спорт. А спорт больших достижений это действительно не здоровье. Это экстремальная нагрузка, запредельная зачастую. Здесь возникает сразу вариант по поводу коррекции. Есть люди, которые не корректируют свое питание. Такие люди есть, их очень много, они не корректируют по разным причинам, которые нам нет смысла озвучивать. Но основная причина, потому что они не умеют. Не умеют или не знают? Не знают, а соответственно не умеют. То есть им всего лишь не рассказали о том, что организму нужно помогать. Позиция вторая. Есть люди, которые не хотят брать на себя ответственность. Я называю этих людей безответственными. Что это значит? Это значит, что врач сказал, вот эту таблетку скушай, побежишь быстрее. Этот напиток выпей, будешь чувствовать себя лучше. Что будет потом, человеку не важно. Точнее ему это важно, но он об этом не задумывается, потому что он безответственный. Андрей, я, простите, не перебью вас. Более того, на сегодняшний день в большом спорте существует... У меня была встреча с одним из спортивных врачей, руководителем большой команды. Я даже не буду называть ни вид спорта, ни название команды. Я сказала, ну, использование вот таких химических средств, оно же ведет к инвалидизации. Он говорит, ребята знают, за что они платят. Они знают, чем они рискуют. На что я ему возразила, если бы хоть один из них знал, что в возрасте 30-35 лет они будут иметь больную печень, посаженные почки, их настигнут проблемы импотенции, гормонального дисбаланса, я думаю, чтобы они гораздо серьезнее к этому отнеслись. Но, тем не менее, это действительно так. Это и безответственность, и готовность любой ценой. Правда, это ценой жизни и здоровья спортсмена. Та зона, на которой вы говорите, это зона тех, детьми назвать их сложно, но это те ребята, которые, как правило, до 21 года. Это выход на пиковый результат в спорте. И человек, который отдал спорту порядка 7-10 лет жизни, он на самом деле готов. Он готов здесь рисковать. Проблема в том, что он не знает, чем он рискует, он еще молод. Так вот, в третьей зоне находятся спортсмены, которые понимают, что организму нужно помогать. И когда они это понимают, у них возникает два варианта. Они могут пойти путем химическим, тот путь, о котором говорите вы, вот по поводу этой спортивной команды. И этот путь на самом деле ведет к проблемам. И они могут пойти путем органическим. У продукта Кораллового клуба есть замечательные свойства. Он абсолютно безопасен. И он из тех натуральных препаратов, которые есть на рынке, максимально эффективен. То есть, если потом у нас будет время, мы об этом поговорим отдельно. Так вот, смысл в том, получается, что вот эти две зоны страдают от одного и того же, от недостатка информации. А эти ребята, которые дошли до уровня осознания, они начинают разбираться, а что же мне применять. И в любом случае они будут применять натуральные препараты. И в любом случае они никогда не узнают, что такое метрогидрин, что такое коралловая вода, что такое куинзим-Ку-10, что такое противить и другие продукты, которым нет на рынке равных, нет аналогов, что самое замечательное. Ну, вот давайте ближе к продуктам и поговорим. На самом деле, в компании Международный Коралловый Клуб есть рекомендации, как относиться к себе, чем заниматься. Но спортсмены нуждаются в особых рекомендациях, учитывая их ритм жизни и их нагрузки. В чем же состоят особенности рекомендаций для спортсменов? Особенности рекомендации состоят в том, что, во-первых, спорт – это очень неоднозначная сфера деятельности. Существуют виды спорта, в которых наиболее задействовано одно из качеств. Либо это сила, либо это выносливость, либо это скоростно-силовые проявления какие-то, либо это ловкость. Либо, вот, и те качества, которые я перечислил, они объединены только одним качеством. Вот я назвал там одно, второе, третье, четвертое, но все упрется в одно и то же качество. Оно называется выносливость. Она бывает разной. Выносливость интересна тем, что, ну, я чуть на шаг назад отступлю и попытаюсь зайти с другой стороны. Человек на 80% состоит из воды. 80%. Ну, это, конечно, человек, который регулярно пьет воду. Да, самое интересное, что он, который пьет нерегулярно на 76, потому что других людей не существует, они, как правило, уже упакованы в больнице. Да, 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 да. Вот, поэтому, если мы говорим об этом, то нужно понять одну простую вещь. Если ты решаешь, если ты хочешь решить проблему выносливости другим способом, кроме как водой, у тебя этой возможности не будет длительно. По одной простой причине, потому что загнанную лошадь стерять нельзя. Пристреливают, неправда ли. Ее пристреливают, да, неправда ли. Вот, поэтому, понимая, что организм на 80% состоит из воды, нужно признать, что мышца работает способом, который называется гидравлический. Мышца – это гидравлика. И когда я всю жизнь произносил слово «закисление», мне в голову не могло прийти, что иньянь выглядит так – закисление, ощелачивание. Ну, замечательно, вот вы недаром нарисовали, да, ощелачивание, да. Так вот, проблема выносливости – это всегда проблема закисления. Ну, я напишу слово «кислота». Кислота. То есть, человек в нормальном состоянии слабощелочное существо. Слабощелочное по своим химическим жидкостям. Имеется в виду кровь, слюна, межклеточная, межсуставная. Внутри клеточная. Внутри клеточная. То есть, любая жидкость, кроме мочи, которая выделяется наружу, как кислота, и кроме пота, который тоже является… Ну, и желудочный сок, который мы сейчас не рассматриваем. Не рассматриваем, потому что во время тренировки он не выделяется. Вот. Значит, так вот, тренируясь, человек свой уровень pH двигает, причем двигает не как обычный человек, а в гораздо более максимальных показателях, двигает в сторону кислоты. И, как только мы пошли в сторону кислоты, у нас происходит, вот в этой нашей системе гидравлической, происходит интересная вещь. Происходит выделение молочной кислоты и, соответственно, уплотнение жидкости. То есть, все тяжелее работать. То есть, жидкость становится более вязкой. Более вязкой, да. Вот. И все… любые спортсмены, любые тренеры, любые массажисты решают эту проблему сразу же. То есть, если это касается, допустим, тех видов спорта, где есть периоды, то человек, выходя на перерыв, он просто-напросто будет отмассирован кем-то из команды. Либо это будет товарищ, если команда невысокого уровня, либо это будет индивидуальный массажист, если команда уровня высокого. Ну, давайте объясним, зачем массаж. Дело в том, что кристаллы молочной кислоты… что происходит? Это… в темнопольном микроскопе видно эти игольчатые образования, очень маленькие игольчатые образования, и они как бы впиваются в мышцу и вызывают рефлекторный спазм. Поэтому нужно размассажировать, хотя на самом деле гораздо проще и легче размыть щелочной водой. А идеальная ситуация – размассировать то, что уже размыто щелочной водой. То есть, в любом случае сначала пить? Конечно, пить, потому что то, что мы перечисляем, не является панацеей. Нет такой таблетки, чтобы ты выпил, и мышца у тебя раскисилась. Но работать с той мышцей, которая напоена нормальной водой, с нормальной скоростью движения, то есть кровотока, гораздо проще. Поэтому если мы здесь пытаемся кислоту заменить на… то есть что такое кислота? Кислота – это активный H+, активный водород. И ведь в чем проблема-то? Проблема выносливости в одной простой причине. Организм начинает… клетка организма начинает получать трудности с усвоением O2, кислорода. И когда мы защелачиваемся с помощью наших препаратов, потому что ничего более… ничего похожего нет на рынке. Давайте уже назовем, а то мы так называем, называем. Это в первую очередь такой продукт, как алкомайн. Алкомайн. Да. На основе кораллов санга, добываемых со дна японского… Потрясающий продукт – микерогидрин. Я считаю, что об этом должны узнать все спортсмены и все люди, связанные с каким-то экстримом, потому что, опять же, ничего подобного на рынке нет. Потрясающий продукт – гидросель. Гидросель – это жидкий микерогидрин. Так вот эти вот продукты позволяют решить вот эти проблемы сразу же. То есть достаточно быстро, легко. Самое потрясающее, что вот я, как человек из спортивного мира, не мог поверить ни во что из этого по рассказам людей, которые мне пытались это донести. Я спросил их, покажите мне это, и мне показали, меня пригласили на микроскоп на темнопольный, и показали мне не чью-то кровь, на которую работает какой-то непонятный препарат, а мне показали мою кровь до применения препарата и после применения препарата. После этого я часть ребят своей команды привел и отработал с ними ту же самую технологию. И был очень удивлен, что в течение каких-то 10 минут показатели качества крови были изменены настолько в лучшую сторону, что, опять же, даже нечем сравнить. То есть расклеиваются эритроциты, они наполняются кислородом, и вязкость крови меняется, текучесть крови меняется, и, соответственно, есть возможность доставить кислород в клетку. Опять же, все упирается в кислород, совершенно правильно. Следующий продукт, если мы говорим о спортивном применении этих препаратов, который... Давайте не препараты, давайте продукты. Я бы говорил как раз о продукте, потому что этим продуктом пользуются вот все спортсмены, которые находятся в третьей зоне, они все пользуются куэнзимом Ку-10. Кофермент Ку-10. И я как человек, считающий бюджет своей команды, я всегда просчитываю. И я был очень удивлен соотношением, то есть количеством и качеством того, что предлагает коралловый клуб за те деньги, за которые он это предлагает. Вот. А этот препарат уникален в том, что это препарат, который позволяет энергии аденозин-трифосфату накопиться. То есть это... Если сказать проще, то без кофермента Ку-10 просто невозможно получить АТФ. И в наших клетках он есть. Он называется убихинон, вездесущий. Но он есть и как бы рассчитан до определенного возраста. Дальше, если мы его не пополняем, у нас теряется уровень энергии. Учитывая, что спортсмены используют его гораздо с большей интенсивностью, естественно, что его нужно пополнять. Конечно. Вот. И таким образом получается, что если мы скорректировали проблемы, связанные с водой, и запасли энергию, которая есть в этом продукте и в продукте, который называется микроген. Это вообще чистая энергетическая формула. Причем формула не в виде стимулятора, которым пользуется большое количество спортсменов. А это внешняя энергия, как пуля. То есть ты выстрелил, она ушла. То есть ты ее использовал, и нет проблем никаких для организма, потому что абсолютно натуральный препарат. Ну, более того, в компании Международный Коралловый Клуб мы отдавали микрогидрин Алкомайн на экспертизу в Олимпийский комитет и получили заключение, что не является допингом. Понятно, почему эти продукты используют спортсмены мирового уровня совершенно спокойно. Самое интересное, что на этих продуктах получены уже спортивные результаты, которые, результаты уровня олимпийских спортсменов. Это Игорь Кравцов, это Гребля Олимпиада прошлая, это и Эдик Тюкин, призер по штанге, это и ребята-борцы, которые используют в больших количествах продуктов. То есть совершенно разные виды спорта, но концептуально один подход. Вода, питание, защита клетки. И мне бы хотелось, можно сказать, об особенности спортивной жизни. Дело в том, что жизнь любого спортсмена, особенно спортсмена уровня выше среднего, делится, она периодична. То есть год спортсмена делится на периоды. И если мы возьмем грубо, то это три периода. Период первый, период подготовительный. Это период, в котором спортсмен отдыхает, когда нагрузка его не специфична, она обща. То есть период тренировок регулярных? Не совсем. А выясните, выясните. Значит, я имею в виду ту работу, которая пока что не направлена на выход на пик. На пик. На пик. То есть это период не интенсивных тренировок, а тренировок для поддержания спортивной формы. Вы совершенно правильно сказали, потому что есть две позиции. Есть объем и есть интенсивность. Вот в этот период объем достаточно большой. И интенсивность достаточно большая. Когда человек выходит на пиковые свои показатели, вот такое плато, то есть в этот момент он должен показать результат. То есть он к нему готовился. Вот здесь ситуация совершенно другая. Здесь объем меньше, интенсивность больше. И вот здесь возникает совершенно потрясающая вещь. Вот здесь все ресурсы организма, потому что что такое спортивный результат в голове человека-спортсмена? Это цель. И здесь все ресурсы организма направлены на то, чтобы этой цели достигнуть. Соответственно, раз ресурсы направлены туда, то что-то должно пострадать. Страдает, в первую очередь, иммунная система. И вот в этом периоде спортсмен наиболее уязвлен. Уязвим, да? Уязвим, да. А заболеть здесь нельзя, потому что ты же потратил время, ты же готовился. И, как правило, этот старт является, наверное, отборочным для следующего старта. Потому что жизнь спортсмена так устроена, что он от старта к старту набирает рейтинг. Вот. И вот здесь вот поддержать иммунку просто необходимо. И опять же, человек не знает чем. Те препараты, которые есть у нас. Потрясающий препарат коллоидное серебро. Препарат, который действует на все виды бактерий. Натурального свойства препарат и очень легко его носить всегда с собой. То есть это тот антибиотик, который не имеет противопоказаний. Ну, давайте точнее немножко. Это не антибиотик. Серебро никого не убивает. Но оно останавливает развитие. Давая таким образом возможность иммунной системе легко, быстро справиться с небольшим... Он ограничивает армию завоевателей, да? Не дает ей размножаться. И действительно, этот продукт работает на 650 видов возбудителей. Вирусы, бактерии, грибы, паразиты и так далее. Второй продукт, который хотелось бы мне озвучить, называется иммунный. Он так и называется. Иммунный. То есть для поддержки иммунной системы. Иммунный. Третий продукт очень интересный. И я знаю, что есть даже целые компании, которые построены на одном этом продукте. И я считаю, что он еще недооценен ни спортсменами, ни... Ни вообще жителями. Ни вообще жителями. Это, конечно, молозиво. Ну, в Кораллом Клубе уже очень давно существует этот продукт. Мы его очень любим и очень часто используем. И молозиво – это не только продукт для детей. В течение всей жизни. Грудному ребенку, подростку, беременной женщине, кормящей матери, взрослому человеку, пожилому человеку, любому человеку. Продукт самый натуральный, о котором можно только мечтать. И продукт, который действительно поддерживает иммунную систему. Ваш опыт его применения. Потрясающие, потрясающие препараты. Потому что только сопельки появились. Если вот эта вот троечка есть, то практически человека вытягиваешь на следующий день. То есть можно справиться с инфекцией на уровне стресса. На уровне… Иммунная система самая молодая. Она… Лейкоциты живут от нескольких часов до недели, допустим, да? И если мы не поддерживаем их, а на уровне стресса она страдает, соответственно, шанс заболеть гораздо выше. И вот эти продукты, они помогают справиться с инфекцией и поддержать иммунную систему. Идеальная ситуация не решать проблему, которую сам создал. Идеальная ситуация, чтобы эта троечка в это время принималась постоянно. То есть не тогда, когда заболел, а с профилактической целью. С целью поддержания иммунной системы. С целью поддержания иммунной системы на высоком уровне готовности. Как спортсмен закончил свои спортивные пиковые соревнования, а их в году не бывает 10. То есть это, как правило, 1-2 старта решающих. Он до следующего уровня идет по нисходящей. То есть ему очень сложно находиться на этом уровне все время. Потому что это очень энергозатратно. И вот здесь идет период восстановительный. Если мы говорим о спортсменах невысокого уровня, то это лето. Если это не игровые спорты, не футбол. Не бег. Не бег. Если это те, кто стартует как раз в течение учебного года. В этом периоде идеально работает система, которая называется Калавада. Это система комплексной очистки организма через самую большую трубу, которую вы организовали через кишечник. На хорошем сорбенте убирается все, что нажито непосильным трудом за вот эти два периода. Но, естественно, спортсмены получают энергию во многом за счет того, что разрушают белки. Соответственно, у нас накопление токсических отходов. Более того, большие нагрузки всегда идут через окисление. И в периоде закисления идет нарушение обмена веществ. И, соответственно, недоокисленные продукты или перекисленные продукты у нас в результате накапливается тот высокий уровень интоксикации, который и вызывает вот это состояние сонливости, хронической усталости, невозможности показать не только высокие результаты, но активной жизнью жить. И, конечно, в этот период наш любимый продукт, давно известный, среди миллионов людей уже очень популярный, это продукт Калавада. Глубокая системная очистка всего организма. Я именно об этом и говорю, что вот чистить организм нужно в этом периоде. То есть нет смысла предлагать спортсмену очистительную систему здесь и здесь, потому что это будет разбаланс. То есть просто не время. А здесь это идеальная ситуация. Но это очень важная информация, потому что люди думают, что во время подготовки можно заниматься очищением. Как раз наоборот, после пика соревнований, в период восстановления, лучше всего заниматься очищением. А то самое очищение, которое идет на... Потому что если брать по дням тренировочную деятельность, то очищение нужно каждый день. И здесь лучше воды ничего придумать нельзя. Мы должны понимать, что очищением занимается лимфатическая система. И в этом случае единственное, чем можно ее по мощи простимулировать, это солодочка, корень солодочки. Идеальная ситуация. Мы знаем ту водную константу, которая придумана не коралловым клубом. Это расчетная константа, что на килограмм веса человеку нужно 30 миллилитров воды. То есть человек... Но это физиологическая норма. Это почечная константа. То есть это как бассейн, в который должно вливаться и выливаться. Если должно выливаться столько, то и вливаться, соответственно, должно столько. Но мы договорились в самом начале, что спортсмен человек, у которого все нужно умножить на три. Поэтому если у нормального человека норма полтора один литр, то... Ну, насчет один литр, это вы совсем меня не любите, мне, что ли, такие вещи пить. Нет. Нормальному здоровому человеку нужно пить полтора, два литра, три литра в жаркое время или в период высокой нагрузки. Ну, а спортсмену соответствует. Ну, воды много не бывает, и коралловой воды тем более много не бывает по одной простой причине. У этой воды повышенная текучесть. А у организма есть возможность выводить воду с любой текучестью, включаясь с повышенной. Более того, как раз, если у людей наблюдаются скрытые отеки, именно благодаря алкомайну, именно благодаря этой воде они и уходят. Потому что идет переструктуризация воды внутри нашего организма. Отеки очень благодарная проблема, которая решается практически там за три дня. Но есть еще несколько продуктов, которые я не могу просто о них не сказать. Значит, я не буду брать другой листочек, я просто очертну вот так и скажу о продукте, который называется ассимилятор. То есть я первый раз его действия увидел на темнопольном микроскопе на своей крови. И я тогда задумался, я человек с высшим физкультурным образованием, который изучал биохимию, физиологию и так далее. Я понял, что существуют ферменты. Внезапное открытие, да? Ферменты. И эти ферменты бывают двух видов растительного и животного происхождения. Словом, мизин никого не испугаешь. Все знают, что такое мизин. Но никому не вдомек, что это фермент животного происхождения, который блокирует своих ферментов. И это проблема. А фермент ассимилятор, который дает изменение картинки крови, то есть кровь меняется просто на глазах за какие-то там 5-10 минут, это продукт растительного происхождения. И я честно признаюсь, что когда мне предложили этот продукт, а я как человек скептически настроенный, спросил, а что же это вообще, а как вы можете показать мне, как он работает? А мне сказали, а ты воспользуйся, и вечером в унитазе ты увидишь, как это работает. Я был удивлен работой этого фермента, потому что он практически налаживает все к вечеру. То есть вот, и так, ассимилятор. Ассимилятор. И еще продукт, который вызывает, ну, восхищение на самом деле. Все спортсмены, ни одного спортсмена не испугает словом белок. Но более того, сегодня масса спортивных магазинов или спортивных отделов магазинов, где продают белок для спортсменов. Больше того. Белковую пищу. Спортсмен, понимая, что слово белок звучит очень коротко, говорит умное слово аминокислота. Это уже лучше, это уже более просвещенный спортсмен. Да, 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 да. Я был очень удивлен тем аминокислотом, который предлагает компания Коралловый клуб, а именно продукт Противити. И я был удивлен несколькими показателями. Во-первых, я должен об этом отдельно обязательно рассказать, потому что это... Итак, Противити. Первое. Уникальное заключается в том, что продукт на 98% усваивается организмом. Нет ничего подобного на рынке вообще из натуральных продуктов. Почему? Потому что даже яйцо усваивается на 48%. То есть в два раза больше. Значит, существует анаболический тип усвоения и катаболический. То есть на построение и на разрушение, грубо говоря. То есть этот продукт практически не даст азотистых остатков по одной простой причине, он будет здесь усвоен. Давайте объясним немножко и очень коротко. Если белок идет на получение энергии, вот то, что часто и происходит в спортивной жизни, то в результате остается аммиак, который связывается, мочевина и так далее. То есть у нас накапливаются очень опасные яды. А если он идет на анаболический путь, то есть на построение ферментов, мышц, гормонов, всего того, что необходимо, слизистой, всего того, что сейчас необходимо организму. И на анаболический путь только эти продукты, только эти аминокислоты идут действительно так, 98% на построение. То есть это количественная характеристика. А вторая характеристика – это время усвоения. 20 минут – это в крови. Это даже не только в крови, это уже и в клетке, потому что проводились исследования и в Америке, и в Италии, и у нас. И у нас совершенно четко доказано, что через 20 минут этот продукт, эти аминокислоты, можно находить уже внутри клетки, потому что они преферментированы. Кстати, это очень серьезно решает проблему больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с ферментопатиями различными и так далее. С онкозаболеваниями и так далее. С онкозаболеваниями, с заболеваниями почек, потому что безотходное производство. Везде, где есть потеря белка, а в спортивной практике потеря белка колоссальна. И все спортсмены ищут как раз белковые препараты, чтобы это все восстановить и скорректировать. Поэтому, если повредить итог, то есть ряд продуктов, порядка 15 в линейке кровавого клуба, которые абсолютно незаменимы в спорте. Это всеводные корректоры, это ферменты, это белки, это очистительные системы. Я бы еще назвала жировые продукты такие, как лецитин, как омега-3,60. Потому что именно от них зависит не только скорость мышления, принятие решений, но и эластичность клеточных мембран. Что особенно важно для клеточного дыхания, для нормального уровня энергии. Недавно в жизни Андрея произошла, ну не будем говорить слово трагедия, Андрей поломал позвоночник. Поломал позвоночник в колоченный перелом. Андрюш, вы были оперированы и как быстро вы восстановились? Да, в силу того, что тот вид спорта, которым я занимаюсь, да и любой вид спорта травмоопасен, то мне пришлось эту проблему решать способом медикаментозным. Именно две операции. Две операции на позвоночник, 15 часов наркоза, обучение прямохождению после этого и так далее. Я восстановился потрясающе быстро по нескольким причинам. Во-первых, конечно, спорт, это очень целевая деятельность. А во-вторых, со мной были такие препараты кораллового клуба, как та же самая вода. Та же самая вода, которая... Я не просто сказал слово 15 часов наркоза. То есть есть вещи, которые нужно вымывать. Совершенно верно. Второе, в коралловом клубе, к счастью для меня, год назад появился продукт, который корректирует именно костную систему. Это сустав комфорта. Костно-суставно-соединительные тканые проблемы. Это действительно так. Фантастический продукт. И у нас была передача, смотрите наши эфиры. Мы будем повторять передачу о фантастическом продукте сустав комфорта. Музыка. 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 И всегда был продукт, который является очень спортивным продуктом, это МСМ, это серо с микрогидрином и сам микрогидрин. Вот эти три препарата, включая те препараты, которые назвали вы лицетин, жирпечный и омега, которые были необходимы мне в том периоде, когда я лежал в воду. И самое главное, что мне еще помогло, это ассимилятор, потому что когда человек долго лежит, а при этих операциях человек долго лежит. Сколько вы лежали, Андрюш? Ну, мне сесть разрешили через три месяца. А когда вы начали ходить? Начал ходить я, ходить в тележке или ходить своими ногами? Ходить своими ногами. Как только натренировался, потому что сначала это невозможно, было две тяжелые операции, потому что есть... Атрофия мышц, надо было восстанавливать все заново, и нервные пути. Было много всего необычного, поэтому даже чтобы этого не касаться, я начал ходить месяца через полтора. Вот, через полтора, но ходить это назвать сложно, потому что это были шишки лилипута, когда нога не отрывается от земли и ставятся друг с другом. Вот, но я просто имел опыт и имел примеры наглядные людей рядом с собой, которые проходили подобные вещи, и у которых не получилось такое быстрое восстановление, потому что это медикаментозно не сделать. То есть, врачи люди уникальны, но уникальность заключается в том, что проведя операцию, у них нет задачи восстанавливать человека. К сожалению, к большому я сейчас это говорю, потому что операция была уникальна. На самом деле, дело не в том, что нет такой задачи, а нечем. Лекарственные препараты не являются биологически активными питательными веществами, которые могут позволить организму восстановить свое здоровье и построить себя заново. Спасибо большое, Андрей. Было безумно интересно. Спасибо вам большое. И на прощание. Несколько слов, несколько пожеланий нашим телезрителям. Когда вы посмотрите эту передачу, у вас возникнет вопрос, а имеет ли смысл верить тому, что говорят эти люди? Я вас уверяю, верить смысла не имеет. Американцы говорят так. Верить надо в Бога, остальные платят наличными. Проверьте. Проверьте на себе эти препараты. И я вас уверяю, что в течение двух-трех дней вы убедитесь, насколько это эффективно. А после этого у вас будет возможность принимать решение. Нужно вам это или не нужно вам это? Ну, а я хочу присоединиться к пожеланиям Андрея и сказать. Десять лет работы в Коралловом клубе. Миллионы людей, которые прошли на моих глазах путь от хронических болезней, от различных недомоганий, от хронической усталости, к здоровой жизни, к высокому уровню энергии, говорят только об одном. Если вы выберете этот путь, идите по нему уверенно, спокойно, принимайте наши продукты питания регулярно, не отказывайте себе в лучшем. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всего вам доброго.